Заброшенная территория бывшего военного городка на Малиновского и антенное поле около Ботанического бульвара переходят в краевую собственность. В ближайшие годы там возведут жилищные комплексы с современной инфраструктурой, в том числе школами, детскими садами и всем необходимым. Но что еще важнее, в этих районах построят первые в крае арендные жилые дома. Квартиры в них будут сдавать тем, кто в них нуждается. Как это может изменить рынок недвижимости, узнавал Антон Тишаков. Мы готовы посмотреть. Украина на нас не безразлична. В Красноярске появятся два современных жилых комплекса и первые дома для социальной аренды. Накануне губернатор края в Москве обсудил с генеральным директором Федерального фонда Дом РФ Виталием Мутко развитие жилищной спиры Красноярска. В собственность региона после нескольких лет переговоров переходят два участка земли. Заброшенный военный городок на Малиновского и антенное поле по улице Попова. На эту землю большие планы. Здесь будет проводиться комплексная застройка. Не очередные многоэтажки, а микрорайоны под ключ. С дорогами, инфраструктурой, школами, детскими садами и другими социальными объектами. Работа уже началась. Я думаю, что нам потребуется не более полутора лет для того, чтобы эти участки были получены. И это является необходимой предпосылкой для наращивания объема жилищного строительства, которые в крае и так высоки. Риэлторы Красноярска уже понимают, новые микрорайоны еще на этапе строительства станут привлекательны для тех, кто ищет жилье. В них планируют создать комфортную среду, в которой все необходимые для жизни магазинные услуги будут находиться в шаговой доступности. Не забудут и про необходимости. Будут зоны отдыха, детские площадки, скверы и вместительные парковки. Естественно, появление таких полноценных жилых массивов с готовой инфраструктурой отразится на рынке недвижимости. Спрос на микрорайон «Зеленую рощу» поднимется, потому что из новых домов, из последних, там строился жилой комплекс «Фрегат». Он строился довольно-таки давно. И я думаю, Арбен Смарт на шахтеров очень сильно обновит данный микрорайон. И жители захотят там покупать квартиры, захотят там жить. Что касается антенного поля, это ботанический бульвар, там улица. В принципе, он всегда был одним из самых востребованных. Кроме классической купли-продажи квартир, в планах есть строительство специальных арендных домов для социального и коммерческого использования. Впервые в крае государства нечастные собственники будут сдавать жилье для тех, кто в этом нуждается. Это и жилье эконом-класса и уровнем повыше. Услуга точно будет востребована. Красноярск – это динамичный город. Крупные федеральные компании ежегодно открывают здесь свои филиалы. А некоторые планируют и переезд центральных офисов. Можно арендовать квартиры для проживания. Краевые власти даже готовы пойти навстречу и предоставить налоговые льготы. Многие люди захотят переехать из старой квартиры в новую квартиру. В этом случае доплата не такая большая, когда человек покупает квартиру, не имея за спиной какой-то недвижимости. Ему нужен первоначальный взнос, соответственно, платежи будут большие. По большому счету, все, конечно, будет зависеть от стоимости. Насколько правильно застройщики установят цену, которая будет стимулировать спрос. Потому что, посмотрите, вокруг очень много домов достаточно старых, морально устаревших. Люди захотят переехать в новую квартиру. Грамотная застройка этих районов не только частично решит проблемы с жильем, но и преобразит город. Кроме непосредственного строительства домов, в планах и общее благоустройство краевой столицы, которое будет выполняться по европейским стандартам. Это очень здорово, потому что, на самом деле, более 100 гектаров военного городка в очень неплохом районе города Красноярска будет застроена системно. И точно то же самое с антенным полем, который уже там прилегает к районам Плодово-Ягодной, ботанической, в общем, экологически чистой, скажем, территории. Ничего там на ней не было на той территории. И там, и там должны появиться комплексно обустроенные территории для комфортного проживания людей. Сейчас остается закрыть только бюрократические вопросы, оформить необходимые документы и закрепить землю за краем. После этого на территории начнутся масштабные стройки, которые кардинально изменят вид этих районов. А само масштабное строительство создаст новые рабочие места.